Всем привет! Надеюсь, у каждого в игре, допустим, есть такие штуки, как дополнительное значение. В основном это чувство голода, чувство жажды воды, то есть такое, да? И вот давайте сейчас введём как минимум хотя бы эти два варианта. Но также есть радиация, стамина, там, я не знаю, что-то ещё, много всяких нюансов. Во-первых, так как у меня есть худ у персонажа, получается, я захожу в него. И здесь, где у нас как раз таки определение, так скажем, прицела, да? Сделаем BeginPlay. На BeginPlay мы поставим создание виджета, который мы будем отображать. В данном случае у нас пока ещё его нету, давайте сразу создадим. Можно, в принципе, даже его и здесь создать, но лучше создать папочку Contents Widget. Папочка Widget. Заодно мы можем туда Эктора перенести. И вот оно у нас всё туда будет набираться. Так, User Interface Widget. Так, я не знаю, как, давайте DogHood назовём как-нибудь. Так, в основном нам нужно здесь поставить такие штуки, как Жизнь. Поставим это прогресс-баром. Допустим, Жизнь. Такая вот полосочка. Выставим это всё сверху по центру. Далее ниже ещё один прогресс-бар. Поставим только чуть поменьше как-нибудь. И дубликатик его сделаем. Даже можно ещё потоньше их сделать. Ну, это, в принципе, уже там расставил. Так, и давайте ещё оставим такие штуки, как Image. Можно сделать так. Здесь. Ну, давайте лучше их выставим рядом. Чуть позже вы поймёте, для чего они нужны. Так. И, кстати, тоже мы по центру выставим сверху. И эти. Так. Что? Во-первых, назначим цвета. Для жизни у нас будет, допустим, красный цвет. Person можно увидеть, да? То есть, всё. Полное значение. Для... Пусть будет такой же синий. И здесь у нас что? Давайте сделаем чуть-чуть оранжевый цвет. Это у нас для еды. Синий для воды. Такой жёлтенький, оранжевый. Это для еды. Теперь. Нам необходимо проставлять значения. Давайте создадим. Так. Во-первых, у нас всё из Variable. Эти прогресс бары. но изображение у нас тоже, да? Всё. Отлично. В граф заходим. Теперь создаём функцию. Давайте создадим на нестандартную, на какую-нибудь вводу. Так и напишем Water Set. Допустим. Ну, я не знаю, Person, да? Процент. Дадим. Водяной дадим процент. Ну, я... Из-за чего я написал не Set Water Percent, а Water Set Percent. Для того, чтобы на Water у нас уже начинались все функции. Ну, там у нас будет несколько функций. Ну, в данном случае это основная функция. В ней мы будем получать как дамаг, так и дополнение. То есть, плюс к... Минус жажды, плюс жажды. Вот такое, в общем. теперь нам необходимо будет во-первых, это входящий параметр. Давайте его сделаем. Load это у нас GoPerson какой-нибудь. допустим, или нет. Inwater Percent будет... То есть, входящее значение, которое мы сразу же запишем в переменную. Далее второе у нас входящее значение будет переменная Boolean. сразу его сделаем Damage. То есть, чуть позже вы поймете для чего он нужен. Так, ставим сразу Branch. Crunch. Теперь мы будем проверять значение больше или равно нулю для того, чтобы не было никаких проблемных действий. То есть, вдруг минусовое значение подадите, еще что-то, пусть он сразу отсеет его. то есть, чтобы не было никаких минусовых значений. Если все нормально, у нас снова проходит Branch. Теперь мы подаем Damage сюда. То есть, если будет галочка стоять Damage, то мы будем выполнять функцию патру, да? То есть, вот сюда. Так, мы будем выставлять. Давайте сразу обозовем Progress. Bar. Water. Так, Progress. Bar. Enger какой-нибудь там. И Progress. Bar. Оп. чтобы было понятнее вот здесь уже. Get Progress. Bar. Water. И мы получается даем функцию Set. Person. Мы подаем значение. Выравниваем, потому что здесь большая часть будет. Так, давайте сразу скопируем, потому что она нам нужна будет здесь. Так, теперь мы берем отсюда Get Person. Это то есть то же значение, которое у нас стоит. Если мы посмотрим, вот оно. Вот Person. Это есть как раз таки значение. То есть это значение мы давайте сделаем так. Умножим на 100. Это у нас будет преобразование из сокращенной в процентную часть общую. То есть чтобы Water у нас было 100%, мы умножаем просто на 100. Далее мы делаем так как у нас если дамаг True, то здесь мы будем вычитать дамаг по воде минус float и получается мы вытаскиваем нашу переменную Inverter Percent которую мы получаем. То есть вычитаем из 100% то значение которое у нас приходит. Теперь мы берем Clamp Clamp Fold для того чтобы на выходе у нас не получилось больше 130 там хоть миллион значения было максимальное значение 100 Ну и для того чтобы уже подать необходимое значение до единицы мы просто это же делим на 100 Для чего это все нужно было если мы могли просто напрямую подавать но сейчас в принципе поймете для удобства это будет необходимо Далее мы берем получив все значение вот это структуру и давайте скопируем теперь здесь мы делаем то же самое только лишь за место минус мы прибавляем так на value и по сути все то есть здесь мы получаем дамаг по воде здесь мы прибавляем compile так теперь давайте еще создадим одну функцию может быть она вам необходима будет нужна где-нибудь так water get person то есть мы будем просто получать значения необходимые мы можем его в принципе скопировать вот отсюда даже можно вот полностью вот здесь и на water здесь берем return node соответственно то что мы получили мы просто назначаем сюда у нас получилось значение назовем его water person это у нас то значение которое стоит по сути но значение от 0 до 100 так теперь нам необходимо еще такую штуку как обновление потому что если мы сейчас все это выставим давайте кстати заодно в hood сразу пропишем наш так доп hood сделаем переменную на него и получается сделаем показ все на hood можно закрутить теперь если персонаж зайдем сверху у нас уже появились значения да но давайте поставим на персонажа чтобы быстренько изменять их так персонаж давайте на пока временно для теста на единичку пропишем вычитание на двоечку прибавления для того чтобы попасть сюда виджет нам через худ придется прописывать это у нас get player контроллер далее мы вызываем get худ из худ мы сразу же не можем вытащить необходимые да то есть эти функции нам нужно во-первых сделать час секунду мы мы не сможем доп худ же вытащить вот доп худ не пишется из-за этого мы делаем каст каст first person худ и уже отсюда мы вытащим get доп худ ну из него уже вытаскиваем нашу функцию water set person здесь мы во-первых дадим дамаг давайте дадим дамаг значение 20 то есть практически ну или там давайте 50 здесь мы поставим все значения на полное значение ну или там жизнь немножечко у нас потрепалась но только поел и попил если мы поставим да давайте скопируем все то же самое на единицу мы просто не делаем дамаг а делаем допустим плюс 15 значение давайте здесь лучше поставим не 50 а 30 сейчас все проверим то есть если я нажимаю единицу у нас 30% сняло если я нажимаю плюсик то есть двоечку она складывает так на ошибки эти можете не смотреть там у меня крутит солнце и конечно там проблемно где-то ошибочка так все мы проверили что у нас как раз таки и вычисляет и прибавляет но теперь нам нужно делать обновление потому что во-первых давайте зайдем на глобальную карту и мы здесь пропишем в event тик то что он вычитал какие-то значения допустим или с каждым с каждой секундой давайте проверим чтобы тик был единицы тик у нас единица все отлично еще раз поставил также можно в принципе вставить потому что у нас последнее значение есть то что мы скопировали и у нас будет дамаг каждую секунду мы будем вычитать значение определенное на воду допустим так и напишем так ну образом мы написали жажда воды теперь смотрите каждую секунду он будет вычитать 0,01 если давайте для единицы для более конкретности вот по секунде он вычисляет 1% но это как бы слишком много если все правильно рассчитывать в игре там я не знаю 0,05 какие-нибудь значения ну или у вас если больше просто каждую секунду это очень много так и смотрите во-первых для чего мы должны будем делать обновление когда у нас допустим жизнь или же вода заканчивается у нас видите значение 0 и никаких уведомлений нет почему потому что мы еще не настроили вот эти картиночки они у нас будут показывать то что нам надо принять воды или же поесть сразу же выставим их на visible hidden чтобы мы их не видели и также создадим функцию так функция у нас будет water water check после чего мы на бранче будем проверять необходимые значения это у нас прогресс bar water get person и получается если он меньше меньше или равно значение 0 1 допустим то есть это 10 процентов у нас будет показываться изображение изображение типа надо выпить воды и так далее если true то представим что вот это наша иконочка воды сделаем ее синий это иконочка еды то есть забыл наименование image water то есть мы берем image water get во-первых включаем его set visibility на visible на visible также мы это копируем на false только делаем хайден и для того чтобы все это было красиво еще давайте сделаем такую штуку как анимация берем картиночку нашу добавляем анимацию аним water и трек image water плюс color around opacity теперь мы подтверждаем все значения переставляем на значение допустим 0,20 на альфу мы выставляем 0,1 далее мы еще сдвигаем допустим на 0,40 секунд делаем единицу еще ну там на 40 на 15 секунд делаем единицу и все в принципе достаточно он будет такой это мелькнул горит мелькнул горит ну что-то похоже теперь мы сюда добавляем открываем вкладочку animation аним water и play play animation значение num loop давайте выставим два раза повторить стартовое время с нуля соответственно и скорость единица пусть будет так теперь когда у нас она показывается анимация воспроизводится когда нет мы давайте остановим анимацию stop и подключим ее сюда так и для этого мы water set person это где мы вот эту всю функцию настраивали конец добавим наш функцию check пусть будет check здесь проверяться как у нас какое-то значение поступает check проверяет если да то показывает и анимирует то есть ну если да в смысле он больше 0,1 но по сути это все можно прямо взять и вот сюда перенести но так гораздо проще и меньше проверяем и как видите каждую секунду у нас в мире проверяется вода на персонажа и он повторяет каждую секунду два раза мигания ну если скорее всего даже мы наверное много раз сделали анимацию давайте поставим по единице потому что там у нас 0,55 а это если два раза сложить это уже больше единицы вот в принципе самое то то есть если у нас воды меньше у нас горит лампочка если мы выпили немножко все она перестала и далее будет видео где мы будем записывать эти все значения как сохранение так и допустим в персонаже где допустим нужно из инвентаря мы выпиваем бутылочку мы соответственно выполняем вот такую функцию это можно даже будет взять все сколлапсить функцию и все то есть проблем не будет можно будет ее настроить то есть тот же самый дамаг сюда поставить и то же самое значение мы будем проверять на персонажа дамаг до значение 30 и проверяем все то же самое все работает а на этом все друзья всем пока до скорой встречи